урса добрый мишка всем привет дорогие друзья с вами я ксенанс и сегодня на этом самом месте мы будем разбирать как же у нас законтрить урса сегодня я вам приведу персонажи которые жестко его контрят персонажи которые конечно же сидят ему но еще приведу несколько друзей и конечно же комбинации которые можно юзать с помощью этих друзей и в целом для лучшего геймплея курсы также еще поговорим как у нас можно предотвратить ранний boost на урсе ну и все в принципе ребятки будем разбирать героя досконально поэтому не скипайте досматривать до конца и пожелаю приятного просмотра поехали первое друзья конечно же что нам стоит сделать против курсы это завардить рошана как правило урса с покупкой маски уже может идти бить рошана а это примерно где-то третья минута плюс-минус поэтому будьте бдительны и в третьей минуте у вас уже должен стоять либо здесь обсерв либо вот здесь плюс еще какой-нибудь центринг чтобы избежать того что урса побежит туда в смоках и душить как вы знаете уж и третий спел теперь не арб эффект и не обязательно фармить володьку достаточно купить маску и уже можно чапать в рошпи достаточно пятого левела ну четвертого тоже принципе может быть достаточно лучше идти с пятым левелом и в соло линии либо через центральную это реально сделать к минуте 3.30 вы можете уже спокойно идти на рошана если у вас есть масочка и его спокойно забирать поставив здесь варды вы конечно же исключаете возможность жесткого буста для урса на четвертой минуте иметь аегис с последующим выходом в доминирование максимальная вы конечно же от этого избавляетесь ребят так что это первая тема вторая тема которая очень хорошо помогает против курса это конечно же диспел и диспел и от его ультимейт все знаете что ультимейт урса здесь апнуты он позволяет курсе жить на 80 процентов больше в течение четырех секунд то есть он не чувствует урона при этом еще очень быстро и очень мощно может положить врага с помощью двойных фьюри свайпов ну и смотрите как это диспелится урса у нас юзает ультимейт вы можете снять эту тему ораклом либо же конечно же заюзать на урсу диффузел и конечно же диффузелом снять почему-то свой диффузел тут не снимает но он точно снимает в игре давайте тут сделаем и тем див смотрите и тем 2 4 2 пробуем и опа урса р и тут поехал вот диспел есть свой диффуз почему-то не снял не понимаю почему но ничего это салоби тут может быть все и конечно же юл поможет вам в ранней стадии от того чтобы урса не дамажил вас вот такая вот приколюха это первый момент на который нужно направлять так сказать свой взор и заострять свое внимание следующее что у нас есть это конечно же герои которые максимально хорошо контрят курсу вот эти персонажи ребята у нас спокойно могут закончить урсу и не дать ему чувствовать себя в драке очень хорошо это персонажи которые могут максимально его контролить если урса не бьет соответственно урса ничего не делает также герои которые будут помогать своим союзникам замедлять урсу дизейблить еще дополнительно как-то накидывая промах они также будут являться хорошим контролем для нашего персонажа смотрите здесь у нас есть санкинг санкинг очень хорошо может пользоваться инвизом хорошо подкопать и внести очень много быстрого дэмэджа с помощью дайгера и в свое время на так сказать может убежать куда-то то есть есть у него дополнительный эскейп и это спокойно может закончить курсу не соло но в команде следующий персонаж который у нас есть это инвокер инвокер спокойно своими дизейбл с пылами может контрить курсу даже когда урсы будет бкб в лейтгеме инвокер просто спокойно будет водить его за нос убегая либо в 522 эмэси либо просто ставить стенку поставок закончится блокинг бар и спокойно под кулснапом разнести урсу также урса у нас боится или зионистов фантом отличная просто контра у него будет и диффуз чтобы снимать ультимейт и спокойно сможете вот так же водить за нос прыгая доппельгангерами замедлять и вносить много урона виндранка просто не даст себя бить или в нужный момент сможет спокойно его подвязать чтобы тиммейты смогли вместе уничтожить этого героя следующий персонаж у нас тут это батрайдер батрайдер может как зацепить с помощью сеточки так и замедлить плюс увеличить время поворота и время поворота урсы и так хромает и в целом мишка будет у нас вот такой просто влево вправо поворачиваться что делать он не знает следующий герой который у нас есть это визаж визаж очень хорошо может первым спеллом подзамедлять урсу плюс еще поддушивать фамильярами во время драки подстанет как правило урса вгрызается в кого-то одного душит и фамильяры могут помешать своим станом и спокойно тоже может подзаконтриться одним из самых лучших контрпиков является считаю вайпер вайпер вообще ничего не дает урсе он просто его жестко замедляет жестко его дезориентирует и невозможно просто играть урса против вайпера очень очень тяжело и я считаю что вайпер один из лучших контрпиков следующий герой который у нас тут есть это виномансер виномансер в целом это очень неприятный герой который очень сильный ультимейт и имеет и в целом все замедления в совокупности будут курсе очень сильно мешать также сбивать даггер и прочие всякие моменты лордар же нам просто не позволит ничего делать там есть и стан там есть и амплификация и очень много баша который курсе максимально жестко мешает но не стоит забывать что сладар очень уязвимый под первым спеллом и если у урса есть тоже баш или хекст он сможет с легкостью перебить сладара просто за 6 тычек не стоит об этом забывать следующий герой который у нас тут есть и это конечно же брист прист почему здесь казалось бы да прист как правило убегает и спину подставляет урса бьет и жестко вдамаживается так как у нас брист является таким мешком избиение то казалось бы прист должен быть кормом но прист может контролить в команде опять-таки урсу просто под замедлениями спокойно замедлять очень маленькая кд и очень хорошие стаки урса ничего делать не будет следующий герой который на 130 шаман конечно как же не вставить сюда дизейблера одного из лучших дизейблеров сетка хекс и урса просто стоит и ничего не делает далее у нас тинкер почему тут у нас тинкер стоит вообще тинкер это персонаж который дает промах в ранней стадии урса ничего не делает тинкеру если только не придерживает ультимейт как правило просто вы нападаете на кого-то тинкер дает дебафе ой дебаф бафает вас на промах а вы сможете ультимейтом дебафить но это если вы знаете эти фишки поэтому тинкер может с легкостью ну вот просто напрягать урса реально вот просто напрягать мало того что ракеты по кд дп ауты так еще и просто вот этот промах но реально некомфортно и следующий герой который нас тут есть это конечно же мангикса вот это один из тоже приятнейших контр пиков курсы вы спокойно можете заставить его промахиваться с помощью пивандрия либо с помощью пассивки а урса не любит промахи если курса промахивается или не бьет то значит урса не играет и бандой вы сможете сделать все чтобы насолить его следующий герой у нас тут это нага нага очень хорошо может помогать своей команде либо дать сон в нужный момент либо закинуть сетку неважно урса в ультимейте в бкбшки вообще просто ему все равно этой сетке все равно она всегда сможет сзади заеблить курсу поэтому нага тоже будет хорошим контролем фури он фури он казалось бы кормушка но с помощью спрутов может солить курсе да именно так и есть в команде очень хорошо может почувствовать себя курион против курса вы просто спрутуете его закрываете постоянно и бьете и урса ничего не делать случае если там нет конечно же только топорик а если там есть топорик то будет немного тяжело следующий дизайблер который у нас есть это лион ли он также имеет у нас стан имеет хекс имеет мана дрейн что тоже немаловажно урса не очень всегда хорошо там с маны знаете маны нету как бы дела плохи и ли он это может кстати усугубить и тем самым является очень неплохим контр пиком у нас есть тут энигма энигма я считаю что один из лучших тоже контр пиков малофайс роза до свидания урса все равно ей все равно главное кинуть малофайс и урса будет бедолагой мало того что он и так не поворотливый так еще и микро станы эти это жесть ну как микро станы по секунде станы между прочим следующий герой который у нас тут есть то бруда бруда это у нас промах да и соответственно это будет небольшая но приятная контра при этом стоя в лайне ван виван сможет бруда спокойно уничтожать курсу с помощью пауков я не думаю что урса будет пытаться качать первый да и в целом есть он даже будет пытаться его качать чтобы уничтожать этих пауков то дамаги все равно не будет хватать так что держите на заметку бруда тоже может хорошо подконтрить следующий герой у нас это с лордар опять не знаю почему стоит видимо так надо ну и конечно же z z с помощью первого спела 2 спокойно может контрить курсу во первых замедло лютое во вторых промахи курса как я уже говорил если не бьет значит урса не играет следующий герой у нас это оракул но про оракла я уже показывал оракул мало того что может снимать его ультимейт так еще может повесить диза вот такой вот у нас ребятки контроллер и конечно же не все персонажи поэтому можете добавить в комментариях своих героев по контр пику курсы ну а мы переходим друзья к корму для урсы что же самое время покушать ребята на покушание у нас здесь все есть что дерется с руки и многих героев конечно же я сюда не включал потому что есть пул определенный который прям ну очень слаб и очень хорошо кормит курсу я не говорю уже о аппаратах рубиках и всякой прочей нечисти которая у нас не имеет эскейпы и не имеет большого количества хит-поинтов ребята все вы эту тему знаете поэтому привожу вашему вниманию основной корм это абадон абадон просто мешок избиения урса может максимально хорошо настакать на нем свою дамагу и уничтожить его легион легион это герой который просто дерется вот один на один и все и а урсе это конечно же и а о и а нормально я сказал и а урсе хорошо извините и курсе конечно же только на руку то что легион хочет драться с ним в лоб на x также любит драться в лоб и это хорошо для урса очень хорошо урса может подконтрировать омник так вообще ультует и если урса не вносит урона так все равно урса продолжает стакать свою дамагу на омнике или на каком-то союзники ой на союзники на оппоненте конечно же и все равно будет носить очень много урона феникс почему здесь в контроле феникс вообще без арморный персонаж и очень с легкостью курса через второй спел даже спокойно сбивает супернову и это является хорошим кормом джаггернаут также любит подраться с руки в начальной стадии на стадии лайнинга в целом я не упомянул что на стадии лайнинга любой милишник проигрывает урсе не важно какой урса очень сильный в 1 на 1 2 на 1 против милишника даже зомби по моему уступает главное тычковаться и не подставляться сильно под дикей но под дикей вы в любом случае будете подставляться но главное тоже раз тычковать и настакивать тоже очень важно понимать но на самом деле мне кажется зомби выиграть его в это еще нужно проверять смотря какой зомби какой урса и какое стечение обстоятельств следующий персонаж который у нас тут есть это некролайт некролайт просто кормушка не из кейпа ничего один раз хильнется кинет возможно рипера на развороте и все дальше будет убегать а вам просто стоит замедлить и уничтожить гаргона гаргона самый лучший мешок избиения что для сларка что для урса но урсе надо игру закончить до лейтгейма иначе будет бобо потому что гаргона это страшно следующий герой это у нас асгалор пит лордович и у него несмотря на то что есть аура на снижение дамаги на нам на нее все равно и рут и вот эти которые у нас тут есть рут и мы сможем снять с помощью ультимейта и спокойно сможем догнать и дать ему чипалаху он не быстрый он очень медленный поэтому уязвимый у нас есть тут еще путь путь также не особо страшно для нас потому что пуш сам себе хп сажет и мы еще просто стычек ему добавим спектру в лайне спокойно можно убивать в лейтгейме конечно намного тяжелее потому что курса очень уязвим к иллюзионистом и у нас спектры по любому будет манта плюс ультимейт спектра ему может надрать задницу но в начальной стадии это просто максимальная кормушка как правило спектре берут дисперсию в разок и максят первый второй а это для урса очень хорошо во первых ему ничего не будет возвращаться во вторых спектра будет очень ватная ребятки еще кучу персонажи можно сюда дописать вплоть до там спокойно sky можно дописать можно дописать еще варлока потому что это персонажи которые но у них нету escape они не двигаются поэтому дописывайте в комментариях кто еще является хорошим кормом для урсы ну а что ж а мы переходим комбинация и к нашим друзьям одни из лучших друзей у нас здесь приведены ребята это у нас тут котл венга и другие персонажи которых мы сейчас будем разбирать что важно для урсы урсы маленький монопул а это значит что персонажи которые будут пополнять ману наши саппортики это будут хорошие друзья плюс герои которые имеют дополнительно стан замедление какой-то другой дизейбл также будет другом для того чтобы создать space для урсы чтобы урса мог спокойно раздамажить давайте по порядку у нас тут есть котл котл спокойно сможет засумонить урсу в драку вдруг если он там бил рошана быстренько забирает и котл сразу суммонит при этом у котла есть стан и пополнение маны для урса а это значит что это очень очень хорошо вам позволит забустить игровой процесс следующее у нас что есть вот это конечно же свап под урсу минус армор для урсы дамаг для урса и конечно же стан у венги есть все чтобы улучшить геймплей на урсе абадон у абадона все есть для сейфа для сейфа сейфа для сейфа нашего персонажа есть все и есть еще небольшое замедление которое также урсу еще и ускорит плюс можно под щитом и под дескойлом спокойно забегать под товара и убивать оппонентов при этом не боясь что вы погибнете почему тут у нас стоит тени тени это так сказать начальный даггер для нашего урса спокойно закидываете урсу в толпу курса топает и пошел разносить при этом есть еще небольшой стан в паре очень хорошо работает один из лучших героев которые у нас есть в друзьях это конечно же висп висп может дать маны может под замедлить может в нужный момент отправиться куда-нибудь на любой кусочек карты и уничтожить какого-нибудь оппонента это тоже очень немаловажный и позволяет спокойно урсе давать густа при этом еще можно и рошана на ранней стадии забирать если правильно подтанковывать и это очень очень хороший союзник который сможет с вами делать очень много в игре следующий персонаж что у нас аруф аруф может позволить урсе подавить немного подальше за того раз помощью левин кармора при этом еще и дать руты в случае если у него есть еще и аганим везде расставив свои глазки урса в любой части карты может наносить очень много урона если там есть руф следующий герой у нас у нас у нас у нас тускер тускарчик тускарчик у нас с помощью наката может также использовать свой потенциал спела также как идти не в принципе с помощью тоса только тут с помощью сноубола и тут больше нечего говорить еще закрывает и дамажит плюс еще есть замедло трал у нас персонаж который сможет спокойно вернуть оппонента закрыть его тоже что очень важно если персонаж стоит на месте урса его разгрызает вот такой хороший друг твин хэд у него есть станы замедло все что нужно урсе для того чтобы раздамаживать шаман тоже один из лучших персонажей который будет в паре наносить очень много урона с курса прикиньте 5 секунд сетки что за 5 секунд может сделать курсу да он просто в салет 2000 хп за 5 секунд и это реально очень страшно следующий герой это у нас огур огур повысит мс для урса скорость атаки конечно же повысит и есть у него стан плюс замедло тоже очень круто ли он максимально хорошо за дизейблит максимально хорошо за дизейблит к сожалению нету никаких замедлений но есть хекс и стан и конечно у нас тут ds ds просто дает ускорение урсе дает 2 и вместе они могут просто также уничтожать всю карту вы бежите под еще дополнительным дпс am или каким-то другим и моментом можете спокойно задушивать и у нас есть тут кристалка кристалки замедло стан и монореген что тоже очень важно для урса если урса есть мана он делает на карте немножечко больше а при правильном саппортинге так и в целом можно вообще карточку закончить до 25 минут так что вот такие у нас друзьяшки ребятки к сожалению я указываю вот таких видосах не всех персонажей поэтому ребята не забывайте дополняйте эти видео в комментариях ну и в принципе на этом наш видос будет закончен давайте подведем итог для того чтобы законтрить курсу вам в принципе достаточно несколько артефактов либо вот эти артефакты либо какая-то определенная способность но и в целом одним еще из самых лучших контролем будет контролем курсы это конечно же возможно какой-то гост который не позволит курсе бить но опять-таки год законтриться у нас диффузил он так что вот такая тема ребятки дополняйте видос обязательно в комментариях надеюсь этот видос вам понравится понравился если вы досмотрите конечно же напишите плюсик обязательно просто плюсик я досмотрел плюсик или какой-то хороший комментарий и плюсик буду очень рад ребятки не забудьте поставить лайк потому что я старался сделать такой видос в принципе эти видосики простенькие но они очень информативные те кто их смотрят буду знать немножечко больше ребят поэтому все с вами был ксенадос ребятки контрите урсу и до скорого не забудьте завардить рожпит чтобы вот этот чувачок не пошел туда